АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Есть такое слово, тренд, я его недавно узнал. В этом смысле, зелёные человечки, это модное словосочетание, если они весь в зелёном. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну не в количестве уже, так много народу, чтобы не испортить вам праздник. АПЛОДИСМЕНТЫ Тема журнала довольно сложная. Андрей Вахт предлагает всё сложнее и сложнее. Особенно тема веры. Вера же то, что не анализируется, не осмысливается, то, что принимается не головой, а сердцем. В этом смысле, в меня, наверное, с этим не очень хорошо. Потому что я всё время усиленно думаю. А вера в Бога, проблема вера в высшее начальство, проблема. Скорее всего, вера в какую-то только мне понятную красоту и в любовь близких и дружбу с друзьями. Вот, пожалуй, поэтому в этой истории, которую я вам прочту, здесь несколько коротких барин, слово «вера» всё-таки я бы заменил на слово «доверие». Но чтобы не подводить Андрея Ивановича Колесникова, я написал «вера». Хотя всё-таки есть доверие, суеверие. Это совсем другие вещи. Людям я всегда верил, но вы-то знаете, что доверён. В этом смысле я идеальная жертва для мошенников. Стоп! Вот сейчас мошенники прочтут мой текст, а вы его услышите, и устроят свой слёт в местах моего обитания. Интересно, читают ли мошенники русский пионер? Заодно узнаем и это. Как вообще во мне сочетается доверчивость и знание психиатрии, и загадка? Впрочем, не такая уж сложная, как может показаться. Дело в том, что психиатра в себе надо включить. А я часто забываю это делать вне работы. Ты не хочу. Вот представьте себе стоматолога, который в нерабочее время, выпивая с другом, отмечает для себя, что у собутыльника кария справа у верхнего клыка. Или целую любимую. Обущу здесь предположительное поведение врачей других медицинских специальностей в повседневной жизни. Включите сами свое воображение. В общем, я людям верю. И ничего не могу с этим поделать. Вот несколько примеров, характеризующих меня с не очень хорошей стороны. Но я же проверил людей. В конец 80-х у меня было несколько сертификатов. Забытые денежные единицы. Постаревшие форсовщики, тоже забытое слово, Аруша хорошо его знает, должны были бы в этом месте оживиться. Не вижу оружия, оживился ли он? А для тех, кто не знает или забыл, поясню этот сертификат. Это такие бумажки, тебе это известно, на которых можно было отовариться. Именно это слово здесь подходит. В валютных магазинах «Березка». Там продавались иностранные сигареты, иностранный алкоголь и прочие иностранные вещи, которых в обычных магазинах не было. Я думаю, что к этому мы придем. И вот представьте себе, этот «Березовый рай» стал рушиться. И рушиться стремительно. Я взял пачечку своих жалких сертификатов и поехал к валютным магазинам с желанием как-то их пристроить. Магазин стояла гигантская очередь. Товаров в магазине практически не осталось. А рядом крутились всякие граждане, предлагавшие поменять сертификаты на рубли. В основном один в трём. И вдруг подходит ко мне. Даже один слегка поддак, второй трезвь, и предлагают не поменять по курсу один в шести. Мы отходим в сторону. Тот, который трезвый, отсчитывает сумму в рублях. Всё честно. Сертификаты вообще лежат у меня в кармане. Полное доверие. Пересчитай, говорит он. Чтобы по-честному. Я пересчитываю. Одну купюру не хватает. Не хватает, говорю я. Не может быть, говорит он. И даёт деньги своему поддатому приятелю. Серёга, пересчитай. Тот пересчитывает. И правда, Толяр. Не хватает. Трезвый берёт деньги, добавляет недостающую банкноту и протягивает пачку рублей мне. Я кладу рубли в карман, достаю сертификаты и отдаю им. Они их пересчитывать не стали. Доверяют. Живут мне руку и уходят. Дома выяснилось, что поменяли мне мои сертификаты на рубли по курсу один к одному. Кстати, на сертификатах так и было написано, что один сертификат равен одному рублю. Так что всё честно. У меня даже не было чувства досады, а было чувство гордости за мастерство и профессионализм моих менял. Начало девяностых. Сильно мрачно я спускаюсь по землю переход в толпе не менее мрачных сограждан. Неожиданно слева стремительно перепрыгиваясь через ступеньки, меня обгоняет молодой человек и откуда-то из него выпадает толстая пачка малознакомых мне тогда зелёных бумажек. Я что-то кричу ему вслед, одновременно отклоняюсь и поднимаю эту пачку долларов. Парень меня не слышит и скрывается золотом, а деньги в это же время хватает другой, которого я в свою очередь впадаю за руку, продолжая кричать. Задержанный мной шепчет мне на ухо. Чего ты, Алёша, идиот? Давай поделим деньги. Тихо, негло, пополам. Я его посылаю, тащу под земный переход. А там уже народ остановил остановил разделенного, бегущего и потерявшего. На глазах у толпы я задержанному мной. Отдай деньги. Задержанный. Да на, на. Возвращай их к хозяину, и он посмотрит на меня, как на полного идиота. Потом рассказываю эту историю много раз, я слышал этот диагноз, с которым частично был согласен. Но чувство гордости собой было выше. С собой я был очень доволен, хотя я не раз представлял, как бы я мог распорядиться этими деньгами. Но вера в людей прошло пять лет. И вот иду я в хорошем настроении по Тверской. И слева меня стремительно обгоняет молодой человек. Из него откуда-то выпадает пачка, уже хорошо знакомый к зеленым бумажам. Я ему что-то кличу вслед, наклоняюсь за пачкой, которой в это время хватает другой, которого я, в свою очередь, хватаю за руку. Я, потерявший пачку, не реагирую на клик, вскакивает... Не реагируя на клик, вскакивает в уходящий троллейбус, потерявший пачку. Я поднимаю голову и вижу, что держу за руку человека шкаф. Он легко освобождает свою руку от моей. И тихо мне говорит, что ты орешь, идиот? Он уже уехал. Давай деньги разделим, тихо, мирно, пополам. Ты же видел, как он упакован. А мне и тебе деньги нужнее. И он сует мне эту пачку долларов в карман со словами. Я вижу. Ты честный. Я тебе верю. Возьми пачку себе. А мне дай, что у тебя в кошельке. Под залог. А через полчаса встретимся в памяти к Маяковскому. И поделим пачку. Я отдаю на кошелек. Потому что тоже верю. В котором лежала довольно приличная сумма денег, которую я вез. Не важно куда. Это другая грустная история. Шкаф исчезает под вороньем. Я еще жду какое-то время для очистки совести, потерявшего деньги. Поражаясь тому, как похож этот случай на тот. Случай похож. Да я выходит уже другой. Не дождавшись потерявшего денег, я эту сторону памятника горлотану главарю. На душе какая-то гадость и отвращение к себе. У памятника Владимиру Владимировичу Маяковскому я простоял часа два. Никто не появился. Я приехал домой, достал пачку долларов и остолбенел. Наверху лежал цветной ксерос со сто-долларовой купюры. А пачка состояла из нареженных чистой бумаги. Так вот она такая, настоящая кукла. Идиот, сказал я себе. Потом редко пересказывал эту историю. Я не раз слышал этот диагноз. Спасибо вам большое. Там и переподолжение. Все вас не удастся. Давайте научимся перед друг другом. Хотя это довольно сложно. И это я в последнее время понимаю очень хорошо. Спасибо. Спасибо, Андрей. Надо сказать, что я не помню той встречи с Андреем Бельжу у валютного магазина. Потому что таких встреч у меня было примерно 15-20 в день. Но могу сказать, что без таких, как вы, Андрей... То есть ты этим занимался? Я подозревал это. Ну, продавать что-нибудь человеку, который не знает, что на так называемые сертификаты никогда не продавали алкогольные сигареты, а продавали их только на чеки серии «Д». И то в одном, только в двух магазинах у Новодевича монастыря и на Большой Грузинской. Это было... Я не знаю, чем колесикам платят гонорары. Бельжо, конечно. Но про его доверчивость я сейчас расскажу одну маленькую историю. Она произошла в городе Мышкин, когда Андрей Георгиевич в состоянии, скажем так, серьезного, легкого, безалкогольного опьянения решил осмотреть город Мышкин. И на нем единственное там существующее такси, при этом там говорили, что мне говорят, до окраина и обратно. Сто рублей. Он говорит, у меня сдачи не будет. Когда Бельжо осмотрел город, он достал из кармана, тот сказал, сколько? Говорит, ну, наверное, сто. Он достает сто долларов, пытается ему дать, у того выкатываются глаза, я говорю, Андрюша, иди сюда. Я даю 50 рублей, такси издовольный уезжает, ко мне подходят 3 человека с такими сметными, под золото цепями, на груди, но у которых, которые, знаете, не прошли экзотесты на IQ в Тамбовскую преступную группировку. Вот, и они там, значит, живут, и они говорят, бать, говорит они мне, ты батю-то давай отпусти погулять, потому что это нам все дело, испортишь тут. Я говорю, это не батя, это Андрей Бильжо, художник, Гришо, Гришо, нам все равно здесь, но... Бильжо увидел, что у нас начинает измерять конфликт. Он подошел к ребятам, задал вопрос, который, видимо, он задавал в своем дворе, когда видел конфликт. Он говорит, пацаны, у вас что, проблемы? Он говорит, батя, у нас проблемы, с такими, как твой дружок, вот этот батя, помоложе. У нас, говорит, и так лохов нет, а он тебя пытается на пароход забрать с собой. Андрей говорит, ребята, сколько надо, чтобы решить ваши проблемы? Он говорит, он и достает довольно толстую котлету, но не куклу, а именно котлету. Ну, штук 8 долларов бумажек. Они говорят, батя, а это могло бы решить проблемы города Мышкина, сказали. Короче говоря, Бильжо я у них стащил, но доверчивость его границ судя по всему не знает. Следующим будет колумнист, который очень часто вызывает людей недоверие, потому что люди пытаются понять, насколько правдива его история, когда он пишет не художественную литературу, как обычно, а колумнист, журнал «Пионеры» из собственной жизни. Это Виктор Ерофеев, и сегодня он расскажет нам разницу между верой, иллюзией и галлюцинацией. Добрый вечер. На самом деле нет более актуальной темы в этом году, чем тема веры, потому что совсем не смешно, потому что мы все, по крайней мере, в головах, в умах перепачкались в крови самых ближайших наших соседей. И каждый раз думаешь о том, кто же все-таки в этой вере и в этой правде выйдет победителем. Но я, когда писал «Затрансказ», еще не было таких страшных дней. Это какое-то предчувствие, наверное. В общем, судите сами. За последние 10 лет мы постепенно узнали, где раки зимуют. Это было медленное знание, потому что мы никак не могли уснить, что мы есть те самые раки, которых в очередной раз отправили зимовать. Да, мы раки. Мы были раками и будем раками. Нам кажется, что мы в броне, мы вооружены клешнями, очень опасны. Но нас так легко раздавить сапогом, купить на рынке, побросать в кипящую воду с лавровым листом. В этот исторический раз мы кипим на медленном огне годы, годы, целую дюжину лет. И дохнем от холода также медленно, медленно. В этот исторический раз нам кажется, оказавшись в обманной кастрюле, что такого не может быть. Хотя кастрюла с самого начала стояла на огне и обещала нас сварить. Но, теряя сознание, мы напоследок пытаемся ласковыми картинами нам снятся торжествующие сни. Я сижу в шумном зале в центре Франкфурта. Я чуткий писательский рак. Я раковая шейка новой словесности. Тогда, когда мы только что попали в кастрюлю и две сотни иностранных журналистов, и выживший изуматель Новиев с его высотами толкует мне, что вы уже в кастрюле, что все дело в сроках и почему вы этого не понимаете. А я развожу руками, показывая тем самым, что если я с вами, то какая же эта кастрюля? Я прошу отделять тех, кто пишет, от тех, кто взрывает. Я даже готов купить новую билет в Москву, чтобы он насладился свободами, а рядом сидит вполне либеральный наш крупный чиновник, мой приятель, и все, что меня одобряет. Назовем этого чиновника Васей. Речь идет о том, чтобы почетным гостем мировой книжной ярмарки стала Россия, и чтобы эти злобные журналисты, клинические русофобы, с этим не только смирились, но даже от этого возрадовались. Но журналисты коварно спрашивают, почему на ярмарку не едет Анна Политковская, тогда еще не убитая. И Вася по левую руку от меня говорит, что какая журналист, господа, писательница? Она автор репортажной брошюры. Вообще-то все эти лающие русофобы на самом деле оказываются страстными почитателями Чехова и Кандинских, Кандинских и Ростаковичей, Шатаковичей и Пастернаков. Достаточно их увезти от политики, накормить разговором о смысле жизни, и они уже наши. И они стали наши, наши с Васей. Несмотря на Кавказ и Политковскую, ворота-ярмарки распахнулись, приехала стопудовая писательская делегация. Приехали наши умершие шестидесятники, приехали архаисты, новаторы, дураки, шовинисты, западники, монархисты, детские писатели. Наш триколог растиражировался и разбивался в воздухе немецкой бархатной осени. Поскольку немцы меня верили больше, чем в Васю, поскольку я был почитаем и переводим, поскольку я дружил с генеральным директором и целовался с переводчицами, я верил, что я командую парадом, хотя косматы, небритые, неформальные в Азии, думавшие в том шизофреническом времени, как мы, ожившие, как они, потихоньку командовал мной, и я не сопротивлялся. Шла Кавказская война, гоняли олигархов, и до расстрела Плитковский в лифте оставалось всего чуть-чуть. Но я верю, что такие, как уверенные в себе Вася, сильнее прочих дураков. Мы дружили. По-францикам, начали сливки общества собирали в салоне роскошку на мотеле. Это был Олимп, где решались судьбы мировой литературы. Это был Олимп министров, крупнейших издателей, нобелевских лауреатов, прочих писателей с мировым именем. В основном в этом салоне люди пили и говорили о пустяках. Было важно не слово, а само общение. Здесь много пили, мешали шампанскую и водку до беспамятства. Мы с Васями тоже пили и непрежно посмеиваясь, перепрасывали друг другу земной шарик литературы. Где-то в 4 утра Вася опомнился и сказал, что у него в 8 деловой завтрак с министром культуры Франции. Вася умело, не шатаясь, улыбаясь по сторонам, поднялся в свой номер. Мы договорились поужинать вместе. Целый день я не видел Васю. И по телефону он звучал как-то странно, но ужин подтвердил. Мы стояли здесь в ресторане. Он очень странно смотрел на меня, как будто боялся меня. У него было бело-голубое лицо, красивое, но какое-то запрокинутое. Мы поговорили за закуской о рунде, выпили, нам стало повеселее. Но его все равно что-то мучило. Он поднимал на меня глаза, хотел что-то сказать, но не получалось. Я терялся в догадках. Это дело веры. Наконец, сказал он, выпив очередной бокал красного вина. Тело веры. Я молчал. Нельзя так много пить, сказал он сам себе под нос. Я поддержал эту идею. Ты знаешь, что со мной произошло? И он рассказал о том, что случилось с ним ранним утром. Это касается тебя, сказал он. Я бессмысленно кивнул. Понимаешь, сказал Вася, я не люблю будильник. Это какое-то тоталитарное издевательство над человеком. Он звонит, ты должен вставать. Вместо будильника я просыпаюсь под телевизор. Я лег спать в пять. Телевизору приказал включиться в семь-десять. Какую программу? СНН. Я заказал себе СНН. Он помолчал, волнуясь. Это вопрос веры, снова повторил Вася, хватаясь за голову. Что мог такое сказать СНН? Вася, что случилось? Не выдержал я, держа в острике на билке кусок ягненка. Переворот в Кремле. Вася улыбнулся несвежей улыбкой. Хуже, твердо сказал он. Телевизор включился в семь-десять. Я заворочился и приоткрыл один глаз. На экране, на канале СНН я увидел, он дико посмотрел на меня. Я увидел тебя. Это было настоящее безумие. Я понял, что я сошел с ума, что это белая горячка. Нет, хуже. Смерть моя. Я увидел тебя, приключая нас в ненависть. Ты был на СНН во весь экран и держал в руках полную рюмку водки. Мне казалось, что ты смотришь на меня. Ты поднял эту рюмку водки и сказал по-английски вот так. Когда я пью водку, я пью свою русскую душу. Свою Russian Soul. Я схватился за пульт. Щелкнул, выключил телевизор. Я, конечно, перепил, но чтобы увидеть тебя в СНН в семь часов утра, Вася демонстративно отодвинул бокал красного вина. Все, я завязываю. Вася сказал, я миролюбиво, как доктор. Успокойся. Он резко вскинул плечи. Меня поразила подробность галлюцинации. Ты сидел на высокой табуретке, пара, а за тобой было видно море. Понимаешь, море. Это галлюцинация. Успокойся. Я был на СНН. Что? Да. Как? Очень просто. Он потребовал объяснений. Он верил и не верил. Вася метался. Год назад, сказал я, я написал для журнала Нью-Йоркер длинное сэ под названием «Расщепление водки». По некоторым данным, русской водки исполнилось 500 лет. Я написал. «Ну, а море за твоей спиной?» Это что? Я написал о русской водке, о том, как она стала соучастницей русской истории. Ну и что? А то, с некоторым раздражением, сказал я, что этим и сэ заинтересовалась корреспондентка Синная в Москве. Она предложила мне отпраздновать юбилей русской водки на экране. А море? Море! В это время я был в Коктебеле. Они приехали ко мне. «Ты меня не успокаиваешь?» Осторожно спросил Вася. «Рассказ-то какой странный». «Синэн и вдруг русская водка?» «Не верю!» «Вася, верь мне?» Он дико озирался. На нас с подозрением смотрел немец-официант. Он понял, что мы русские и ждал питья посуды. «Вася, я был на Синэн!» Вася выдвинул последний аргумент. «Но почему так рано, в семь утра?» «Так потому, что Синэнн – кругосуточная история. Здесь, в Нью-Йорке, час ночи. Это вопрос веры», – пробормотал Вася. Он потянулся за бокалом. «Так что, значит, выпьем?» «За русской душу, за русский сол» «Мы выпили, но корень сомнения остался в Азии до сих пор». Спасибо, Виктор. Сейчас был момент, который Колесникову после уже 30-ти чтений дается легко. Это такие быстро и бегло прочитанные названия лауреатов премий, спонсоров. Не перепутать бы фамилии и названия. Но на сайте русскийпионер.ру несколько месяцев шел литературный конкурс «Сочтение года». В нем выявились победители. Это, я так понимаю, для сидящих в первой ряду. Это те, из кого будут выбирать замену, там, вышибая людей за контент из номера основного, то есть подсиживающая основной состав колумбистов-людей. Значит, в номинации «Проза» это на сцену сейчас я приглашаю Виталий Орехов и Тео Картер. В номинации «Поэзия» это Александра Гридасова, может, Александр Гридасов, я не знаю, и Елена Бугмырина, точно Елена. Поднимайтесь на сцену, если туда есть, иначе вы останетесь без призов. И для вручения одного из призов приглашается поэт Вера Полозкова. А я когда узнал? Я узнал о том, что ты приглашается, вот буквально, когда ты приглашается. Помнишь, когда мы тебе вручали представьтесь, что вы поэты. Прозаи, Прозаи. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вас действительно благодарен и, надеюсь, вот в журнале я уже видел, есть мой рассказ, он называется «На берегу памяти». Если прочитаете, вам понравится, мне только приятно будет. Спасибо большое. Получаешь, ты чудный совершенно велосипед из рук Веры Полозковой. А я скажу, что в моей молодости сказали, что никому неизвестные два поэта и писатель должны выйти на сцену и получить велосипеды. Мы бы с друзьями спокойно вышли на сцену, потому что люди-то никому пока неизвестные. И спокойно бы уехали. Куда-куда ходят? Значит, велосипеды пока. Горок нет. Это был наиболее грамотно врученный приз. А у меня написано «Отдаю, но велосипед остается за сценой до конца мероприятия». Я не успел прочесть. Вообще не знаю. Следующего колумниста представлять не нужно. Это Андрей Макаревич, который, как я понимаю, писал о мире у людей, которые немножко за последний рейм поглубы пояс. Спасибо. 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 Спасибо.